Привет, друзья! Сегодня я вам расскажу и покажу, как сделать полезный малиновый ферментированный чай. Собираем листья малины. Они должны быть сухие, чистые. Собираем вот эту часть листа. Свежесорванные листья малины. Мыть их не нужно, иначе они заплеснивают, поэтому оставляем вот такими, как они были сорваны. Нужно, чтобы они у нас немного подвяли. Оставляем их на сутки. Я расстелила вот здесь их на столе и нужно накрыть их полотенцем, чтобы они у нас не сохли, а именно подвяли. Вот прошли сутки, листья стали вялыми. Вот такие они должны быть, не засохшими, а именно вот такими подвявшими. Теперь нужно собрать их в пакет или в два, в зависимости от количества листьев, и убираем их в морозилку на двое суток. Процесс замораживания очень важен в приготовлении чая, так как клетки внутри листа разрушаются при глубокой заморозке и в последующем, при заваривании чая, он будет более насыщенным. Вот я разделила два пакета, завязала так, чтобы здесь было отверстие и выдавила воздух. Теперь убираю в морозилку. Наруженные листья достаем. Сейчас они немного отойдут и перекрутим через мясорубку, через крупную решетку. Вот такие гранулы у меня получились. Важное дополнение, используйте обязательно крупную решетку и перекручивайте по небольшому количеству листьев, чтобы мясорубка не забивалась. Все, теперь оставим для процесса брожения, для ферментации. Накрываем тарелочкой и влажной тканью, чтобы наши гранулы не высыхали. Оставляем на часов десять при комнатной температуре. Вот прошла ночь. Теперь нужно наш чай высушить. Расстилаем тонким слоем на противень и будем сушить в духовке при 80 градусах. Вот чай готов. Он хорошо просох. У меня ушло 55 минут. Время от времени нужно было его рыхлить, перемешивать, чтобы он равномерно высох. Теперь оставим его при комнатной температуре на некоторое время, чтобы он окончательно просох, чтобы ушла лишняя остаточная влага. Только затем мы его пересыпем в стеклянную или в глиняную фарфоровую емкость с закрывающейся крышкой. Там у нас будет храниться. Чай я пересыпала вот в такую стеклянную банку. Закрываем крышкой и вот так он у нас будет храниться. Если вы готовите разные чаи, значит можно подписать, чтобы знать, какой чай у вас хранится. Насыпаю в заварной чайник. Вот насыпала 3 полных ложки. Сейчас залью кипятком, настоится и мы посмотрим, какой у нас получился чай. Вот такой по виду насыщенный красивый чай. И чем дольше он полежит, тем дольше он будет у вас храниться, тем насыщеннее и вкуснее он будет. Доливаем кипяток. Для аромата и для вкуса большего я опускаю мороженые ягоды малины. Можно добавить сушеные. Вот наш витаминный, красивый, полезный малиновый чай готов. Я уже его попробовала, пью. Очень приятный на вкус, как зеленый чем-то напоминает. И если вы будете добавлять жасмин или сушеные ягоды, конечно же он будет еще и очень благоухать. И так делайте, экспериментируйте. Это очень вкусно и очень полезно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!